Природных залежей метана людям недостаточно. Они научились получать его из органических веществ. Китайская компания по производству молока добывает метан из коровьего навоза, а потом перерабатывает его в электричество. 60 тысяч буренок принесут свет в 3,5 тысячи домов. Не отстают и английские инженеры. Они сконструировали машину, которая ездит на отходах жизнедеятельности человека. Уборные 70 домов поставляют сырье, а затем его перерабатывают в метановое топливо. Такого горючего хватает на 16 тысяч километров. В России разрабатывают многоразовую ракету, которая будет летать на метане. Правда, каким именно образом его будут добывать, пока не уточняется.